Украинская сторона на протяжении 2018 года послала 13 официальных обращений к Российской Федерации, господину Грузову в рамках трехсторонней контактной группы с просьбой «Заберите своих, отдайте наши». Отдайте Олега Сенцова, отдайте Руслана Асущенко, отдайте Павла Григо, отдайте Маколу Карпюха, отдайте Кольфову, отдайте политзапрещенных Кремля. Вы же знаете прекрасно, что Олег Сенцов осужден за терроризм, и едва ли можно взять, попросить Путина или кого-то, и его будут освобождать. По вашей всему просьбе, это невозможно. Девушка, не мешайте работать, пожалуйста. Все эти граждане, все эти преступники, граждане Российской Федерации осуждены в Украине за очень тяжелое преступление, за диверсию, за терроризм, за шантаж. То есть это военно-пленные? Украинская сторона это криминал, и этот криминал Украина готова, осуждены они на 15, на 11 лет, их ждут дома, в Российской Федерации. Вот президент Украины готов помиловать этот криминалитет в обмен на политзапрещенных Кремля, на Олега Сенцова, на остальных. Представьте себе, семьи этих заключенных, ваш президент Путин не дал ответа Украине на то, чтобы забрать украинских стран. Более того, к сожалению, министерство иностранных дел, Российской Федерации не дало ответ на Российской Федерации. Зачем вы пихаете? Господин Береза, вы же депутат, вы ведете себя сержантами? Выживайте службу безопасности, но. Прекратите, пожалуйста, вы же депутат. Вы же депутат, вы же депутат. Вы же депутат, вы же депутаты. В обмен снатворим запрещаемых невозможных. На наших тренадцать официальных обращений к Рызлову, Лаврову, Путину мы не имеем ни одного ответа. Ирина Герасченко в этой свете самой минуты пытается дезинформировать украинские средства массовой информации. Пытаемся задать ей вопрос. Нельзя дерется депутат Береза, но Ирина Герасченко, слава богу, разговаривает на русском языке. В общем, как и 80% граждан Украины, которым запретили это делать на законодательном. Вы подошли уже, когда брали интервью. Отойдите, пожалуйста. Потом, после того, как закончится, дадите вопрос. Хорошо, что она прошла. Путин не отвечает на эти вопросы. Но еще один вопрос. Есть такой гражданин в Кашинском. Так вот, я хочу абсолютно официально сейчас и аргументированно заявить, что ни разу, ни в одних списках, ни Российская Федерация, ни в Кларионетске с оккупированного Донбасса не предлагали Вашинского. Им плевать на Вашинского, а также им плевать на Айбеева, Баранова, Гусыгина, Валихидина, Гусыгина, Гаджиева, Гратова, Градова, Гречина, Доронина, Джимива, Дубинина, Егорова, Житких, Кимаковского, Ковалев, Кусакина, Бакарова, Мисюдова, Одинцова, Седикова, Сидорова, Сливко, Черных, Чубарова, Шиталова. Половине этих граждан, ни разу не приходил в форму в Россию. У нас это правда. Представляете? Представляете? Почему он не работает? Вот этот человек. Он дерется. Он дерется. Советой женщины. Вот этот вашём. Одного! Одного! Отдайте нам блока. Отдайте нам греба. Давайте завершим эту гуманитарную акцию, очень важную за всех странах. Заберите вашу. Отдайте нашу. Заберите вашу кремоналитету. Отдайте нам волюз запрещенной от Кремля. Отдайте ответы на 13 наших официальных обращений, на наши нормы. Нет ни одного ответа. Потому что Кутин к Российской Федерации всегда о вас просит. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.